На территории лыжной базы в Нижнекамске третий день неспортивный ажиотаж. После громкого убийства сегодня здесь следственное мероприятие. Главный подозреваемый в убийстве 28-летний Гульшат Котенковый сам показывает и рассказывает, что происходило в последние моменты жизни девушки. За что его задержали? Подозрение в убийстве. Оперативники уголовного розыска задержали его по месту жительства. Причем только летом прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где с 2009 года отбывал свой срок за изнасилование. Даниил Котенев уже признался в содеянном. Стали известны и подробности его личной жизни. 37-летний мужчина работал недалеко от лыжной базы. Руководство от комментариев отказалось, а вот сотрудники даже не могут описать коллегу. Я его и не помню, то, что неприметный. Просто не помню. Даниил Котенев занимался установкой пластиковых окон, вот таких вот обычных, которые можно встретить в каждом доме. Он был постоянно в кругу людей, поэтому жертвами могли стать и клиенты компании. Следствие уже установило, что в тот роковой день между ним и Гульшат завязалась обычная словесная перепалка. Подозреваемый направил на женщину газовый пистолет и потребовал, чтобы это прошло в кирпичное строение неподалеку от лыжни. Здесь мужчина принялся избивать женщину, в том числе нанес ей несколько ударов горлышком от разбитой бутылки. Гульшат нашли зарытый в снегу, так Котенев пытался скрыть следы преступления. Обвиняемый уже был судим за изнасилование. В июне прошлого года он освободился, а через несколько месяцев снова попал в пули зрения полиции. Тогда его тоже подозревали в изнасиловании, однако он выдвигал свою версию происшествия. Предложил ей свою помощь подняться, она как бы отказалась и начала падать. И когда я пытался ее удержать, она начала вырываться. Тело Гульшат Котенковой было обнаружено 10 января. Спустя несколько часов поисков семья в трауре с ее мужем удалось связаться лишь по телефону. Я очень всем благодарен за поддержку ребятам из мечети, которые собрались отпевать ее. То есть, говорит, вычитали, с кем-то собирал деньги. У Гульшат остался маленький ребенок, а Котенев признался всадеянным. Завтра Следственный комитет Нижнекамска планирует ходатайствовать об аресте. Расследование уголовного дела продолжается. Альбина Минибава, Данила Филатов, Алсуар Русланова, Максим Липин. ТНВ Нижнекамск, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова